Традиционная рубрика «Вехи истории» далее. В майские дни вспоминают события вековой давности. 105 лет назад в Бендеры приезжал Николай II. Государь лично инспектировал войска перед летним наступлением. Бендеры больше века назад. Небольшой уездный городок. И тем не менее, здесь происходило много исторических событий. Не был город обделен вниманием российских императоров. Его посетили четверо царствующих особ. Несколько раз здесь побывал и последний российский царь. Третий визит Николая II был в мае 1916. В самый разгар Первой мировой войны. Императорскую семью на перроне Бендерского вокзала встречали командующий армиями Юго-Западного фронта Брусилов, главный начальник Одесского военного округа Эбелов, высшее руководство губернии и города. Императору были поднесены хлеб-соль, а императрице с великими книжнами были привнесены букеты цветов. После этого царский поезд направился на лагерное поле, на военную платформу, где предполагалось проведение смотра войск. В начале 20-го город Бендеры был меньше в разы. И там, где сейчас промзона, мясокомбинат, заводы прибор и фанера деталь были поля. В этих полях разбивало свои военные лагеря и проводило учения царская армия. Отсюда солдаты отправляли на фронт. На лагерном поле были уже подготовлены к этому моменту коробки с военными. Император объехал их на лошадях, а дочери императрицы проехали вместе с ним, вслед за ним, на автомобилях. После этого от крестьян Бендерского уезда императору было опять преподнесены хлеб-соль и 1200 рублей на нужды армии. После чего военные прошли церемониальным маршем. Все представились молодцами и смотром я очень доволен. Писал позже в своем дневнике император. После смотра Николай II с семьей направился в военный лазарет раненых Юго-Западного фронта. Развернули его тогда в самом большом городском помещении – аудитории. В XIX веке это было место отдыха бендерчан. Сейчас здесь располагается Бендерский художественный колледж. Прибытие Николая II и августейшей семьи в аудиторию проходило при большом скоплении народа. Практически весь город пришел поприветствовать своего императора. Здесь его встретил архиепископ Анастасий, который преподнес августейшей семье 35 тысяч рублей. Это были пожертвования на нужды войны. Поблагодарив за пожертвования, августейшая семья подошла к раненым, беседовала с ними. Встреча продолжалась недолго, где-то в течение часа. Затем император наградил раненых георгиевскими медалями. Ее Величество и Великие Княжны раздали раненым образки. О пребывании в аудитории последнего русского императора сейчас напоминает памятный знак. С вензелями и короной. Установили его в 2013 году. Тогда дом Романовых отмечал свое 400-летие. Еще один памятный знак есть в парке Бендерской крепости, рядом с храмом Александра Невского. Историки утверждают, что Николай II вместе с семьей именно здесь побывал на богослужении. А потом все пили чай в царской беседке. Ее тоже восстановили по архивным чертежам в старинном русском стиле.